Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Добрый вечер, мальчики и девочки! Добрый вечер, все, кто случайно пришел на мой канал! Я всех-всех вас рада приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и кето-иеды. Мои дорогие, я надеюсь, мое видео получится не очень сумбурным, потому что я сегодня вся на эмоции и огорчалась, и смеялась. В общем, эмоции меня переполняют, если что, у меня будет два видео в двух частях, так как у меня, к сожалению, планшет не дает записывать больше 20 минут одно видео. Не буду затягивать предисловие, хочу начать сразу с ответов на ваши вопросы. У меня очень много поступает вопросов и заведут вопрос, что же вы делаете, почему так поздно кушаете, надо кушать в 8 утра. Мои дорогие, мы все генетически разные, у нас у каждого свой организм. И кто-то не может без завтрака, а кто-то не может без ужина. Кто-то привык в 8 завтракать, а кто-то, как я, не может завтракать. Я не люблю завтракать, я всегда в своей жизни поздно кушала. Поэтому мой режим питания называется интервальное голодание и гетодиеда. Интервальное голодание может быть 16-8, 14-12, ой, 14-10, 16-8, 24 и 23-1. Разное бывает. Я вот 3,5 сидела 16-8, то бишь у меня 16 часов было голода, но у них ходит сон, естественно, и 8 часов прием пищи. Сейчас я после 3,5 перешла на 24. Это мой режим питания, мне он очень нравится, я на нем худею. Свой колораж за день я набираю, все хорошо, все прекрасно. Вы не можете без завтрака, поэтому у вас совсем другой режим питания. Вы худеете на нем, у вас все хорошо, и я рада за вас. Просто мы совершенно разные. И каждый человек подбирает под себя именно тот режим, который более удобнее для него и более комфортно ему подходит. Поэтому я и выбрала интервальное. Если как-то вас особо интересует, пожалуйста, прочитайте по поводу интервального, что это такое. Так, коротенько скажу, что интервальное голодание, это когда во время голода у нас, значит, открываются аутофаги, это обозначает пожирание самих себя. То бишь, отработанные старые клетки пожираются новыми. За счет этого омолаживается наш организм. По этому поводу японский ученый Синори Асуми получил Нобелевскую премию. После этого эта диета вошла в такое хорошее русло, стало очень модно пользоваться большой популярностью. Человек с помощью интервального голодания молодеет, здоровеет и так далее. Поэтому я долго не буду на этой теме останавливаться. Никого не призываю к своему режиму питания. Если вы привыкли завтракать в 8 утра, пожалуйста, кушайте, поправляйтесь, худейте, здоровейте, чтобы все было хорошо. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Вот такой вот у меня режим питания, который подходит именно мне. Итак, второй вопрос. Вы знаете, я полдня хохотала и потом и огорчалась. Мои хорошие, мне поступило в личку 6 вопросов. Вы знаете, я сразу предисловие хочу сказать. Интервальное голодание и кето-диета стали набирать обороты. Стало очень пользоваться большим успехом. Очень многие стали интересоваться. Поняли, что на кето-диете интервальном очень хорошо уходит вес. Но также появилось очень много специалистов, которые предлагают свои услуги за деньги. Поучить, подсказать и так далее. Мои хорошие, внимательно послушайте меня. Интернет – открытое пространство. Все то, что вам нужно знать, вы можете прочитать, посмотреть. Мы же все в школе учились, читать умею. Это все бесплатно можно посмотреть в интернете. Зачем вы ведетесь на какие-то курсы? Что вам там? Да, человек может быть имеет опыт. Нас, китозника, в интернете, пруд, пруди. И у каждого свой опыт. Кто-то хотел 10, кто-то 20, кто-то 30. Кто сколько хотел? Опыта у многих, но никто не берет деньги. Мои хорошие. Но они у вас лишние. Почему вы ищете пути, где бы кому заплатить? Все, что вам нужно знать, все есть в интернете. Читайте, смотрите, спрашивайте у меня. Расскажу, покажу. Я имею опыт. Я хоть имею опыт в медицине. Я вам рассказываю бесплатно. Зачем вы ищете пути, где бы кому заплатить? Зачем? Тот человек, который вас будет учить, он эти данные берет в интернете у специалистов, у гуру, кета. И вам им... А вы сами-то, вы в состоянии сами читать умеете? Зачем искать посредников и платить им деньги? Ну, не нужно этого делать. Сейчас профессионалов пакета просто прут в пруде. И каждый старается из воздуха делать деньги. Пожалуйста, если вам как-то что-то непонятно, эти специалисты, они есть в интернете, они есть в инстаграме. Пожалуйста, заходите, спрашивайте. Они отвечают онлайн. Все это бесплатно. Самый главный гуру пакета диеты – это Эрик Берг. Сейчас его видео, они идут все с шикарным просто переводом на русский. Раньше не было, сейчас есть на русский перевод. Умница, красавица, врач, гура, которая училась у Эрика Берга, она специалист в области кета диеты. Пожалуйста, Марина Игоревна, я много раз оставляла ссылки на ее канал. Спрашивайте, ответит, бесплатно вам ответит. Сокол, ворон, сокол, ну пусть сокол и ворон. Ворон Алексей, врач-эндокринолог, он специалист по палеону, и он про кета все знает. Пожалуйста, он работает всегда онлайн, спрашивайте. Тоже все вам бесплатно ответит. Ну, хотите вы там в марафонах участвовать, пожалуйста, платите. Там это уже ваше, как говорится, решение. Ну, зачем платить, вот вообще ни за что. Информацию, которую можно получить в открытом пространстве, без всякой помощи. Вам человек то же самое скажет, что вы можете сами прочитать. Скажите, зачем платить, мне это непонятно. Я и смеялась, и чуть не плакала. Шесть человек. Я отправила им видео специалистов по кета. Трое уже ответили, что слава богу, что нас отшлепали. Теперь мы поняли, и сами над собой смеются теперь, слава богу. Ну, просто это глупость, мои хорошие. Ну, натуральная глупость платить за то, что мы все же... Читать-то у нас... Россия это грамотная уже, и да не только Россия. Читать-то мы умеем. Ну, прошел человек, имеет там, допустим, как... Так мы все, говорю, у нас кетозников пруд в пруде в интернете, все с опытом. Но никто же не просит деньги. Многие кетозники, настоящие, которые любят свой режим питания, придерживаются, они бесплатно нам рассказывают, всем. Я вам рассказываю безвозмездно, я говорю, ну, у меня хоть какой-то опыт есть. Я много читаю, я много смотрю, я имею опыт в медицине, в конце концов, какой-то. А тут вообще люди готовы платить за то, что можно, как говорится, взять и самой прочитать. Ну, есть же врачи, пожалуйста, зайдите к ним в YouTube, зайдите в Instagram, почитайте, поспрашивайте. Они общаются постоянно. Ну, просто я, честно говоря, в шоке. Еще троих жду ответ, что они... Троих отшлепало. Итак, мои хорошие, еще я хотела ответить Людочке. Людочка, никакой паники. Только у меня к вам большая просьба. Вы очень активный, молодец, все правильно, перешли на кету. Но, пожалуйста, вы прям шашкой машете, как я вначале махала. Чтобы организм привык к новому режиму питания, любому, нужно его как-то маленько приспособить к этому. Он должен привыкнуть к новому. А увы, у вас день не пошло, решили на один день распитаться. Ну, нельзя так делать. Вы перешли на 16-8. Будьте любезны, какое-то 2-3 месяца попитайтесь по этому режиму, не отклоняйтесь. Кушайте 3 раза в день хотя бы, пока. Кушайте, когда не надо, когда хочется. Часы переставляйте, как... Ну, открыли вы в 12 примерно, как я, допустим, делала. Не обязательно делать, как я, я просто рассказываю. 12 открывала в 4, 2, полвосьмого, третий. Пусть организм-то привыкнет. Первую неделю... Вы не ждите, что у вас сразу вес пойдет вниз. Такого не бывает, это не в сказке. Надо труд приложить. Если вы... Вы, организм-то, он еще не адаптировался, а вы его каждый день что-то перестраиваете. Люда, так нельзя. Вы войдете в глубокая плата. Это так нельзя делать. Пожалуйста, дайте вашему организму привыкнуть к новому режиму питания. И он потом вам благодарно ответит. Пожалуйста, я очень, Люда, вас спрошу. Перешли на 16-8. Отрегулируйте. Не ждите вы в первую неделю уже каких-то глобальных результатов. У всех по-разному оно начинает. Как адаптируется ваш организм, тогда уже надо смотреть, что-то можем подсказать, что-то там убрать или что-то добавить. Там уже по ходу будет дело видно. Но вот так махать шашкой не надо. Не надо. Вы можете уйти в глубокая плата. Итак, мои хорошие, я надеюсь. Но я сегодня говорю на эмоции. Надеюсь, вам не сумбурно все рассказала. Мои дорогие, кто спросил, почему я так питаюсь? Есть такой режим питания, интервальное голодание. Когда за счет большого перерыва голода наш организм перерабатывает отработанные клетки. Это я своими словами. Новые клетки пожирают старые. Организм обновляется, омолаживается и так далее, и так далее. Углубляться не буду. Это очень полезное такое вот голодание, очень нужное для организма. Это научно доказано. Интервальное голодание подходит не всем. Люди, которые привыкли рано завтракать, пожалуйста, придерживайтесь своего режима питания. Если вы при этом еще худеете, просто замечательно. Мне вот именно интервальное голодание помогло и помогает, и мне нравится, потому что я никогда не любила завтракать. И поэтому это вот моя диета, которая именно мне подошла. Мы все разные, генетически, поэтому каждому свое. По поводу платных курсов пакета. Пожалуйста, вы можете поступать, как считаете нужным. Можете платить деньги, идти, обучаться. Но это просто вот чисто для меня. Вот вы меня вызвали смело. Натуральный смех, потому что все в открытом пространстве, что мы можем сами почитать. Нам человек придет и перескажет то же самое, что мы можем прочитать сами и сделать. Тем более есть бурые специалисты, которые вам могут на это ответить. Ответить врачи, именно врачи, которые могут вам посоветовать. Вы идете вообще непонятно каким путем. Кто решил платить, пожалуйста, это ваше дело. Но я считаю просто, простите, это нелепостью. Это просто нелепость какая-то. Все, у нас очень много китозников, очень. И все с удовольствием делятся своими знаниями бесплатно. И я с удовольствием хочу, чтобы вы поздоровели, похудели, были счастливые, худенькие, стройненькие. Безвозьмезно, как мультика. Так что, мои хорошие, я надеюсь, вот эти... Это вопросов было много, но они... Вот в основное все в шоке. Я удивилась, кстати, что так много народа не знает про интервальное голодание. Кето. Ну, у нас, конечно, только-только начинают обороты набирать. Это кето-диета интервальная. Но вместе с оборотами популярности у нас начинаются и псевдоучителя по кето. Хорошо, когда у нас же много кто делится, сидят. Вот как я, да? Я простой советский человек, как говорится, которых в России миллионы. Я делюсь своим опытом, что у меня со мной происходит, вы меня смотрите, как я меняюсь, что у меня со здоровьем, как, что и как. Я вам рассказываю, показываю, какие-то знания вам даю, с какими-то специалистами знакомлю вам, ссылки отправляю. Вот будет ссылка вам сегодня на Колесникову Марину Игоревну. Я просто делюсь своим опытом. Не требую ничего взамен, кроме того, чтобы вы мне лайк поставили. Да подписались на меня, кому это интересно. Итак, мои дорогие, надеюсь, я вас не сильно отшлёпала. Три человека ещё мне не ответили. Три ответили, сказали, Михаиловна, спасибо. Вовремя нас остановило. Я рада, что вы поняли. Итак, мои хорошие, кому понравилось моё видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Но я всё равно всех-всех вас жду на своём канале. Приходите, не забывайте подписываться. Не забывайте поставить лайк. Мне это очень приятно. А пока, пока-пока.